Добрый день, мои сухопутные зрители и их родители! Я морской мудрец, граф Батискап, и мы с вами в Жемчужной бухте. Этой глубиной владею я, граф Батискап, подводная математика, мой морской конёк. Я могу пересчитать все жемчужины в своей бухте, а их, поверьте, немало. Морищество, ваше морищество, о, вот вы где, а я вас повсюду ищу. Уже и к морским черепахам заплывал, и к устрицам заглядывал, а вы вот где спрятались. Да, я спрятался вот в собственной бухте, на собственном троне. Зачем искал-то, а? Тысяча дробей и квадратный корень. Разделите меня на ноль, ваше морищество. Ребята, поддержите меня. Мы должны положить конец козням этой ламинарии. Опять? Ну и что на этот раз? Мы решили встретиться сегодня на главной морской площади. Под часами. Ну, под теми, которые бьют каждый час вот так вот. Бум-бум-бум. Я пришёл с роялем. Стоял там, как кит на тротуаре, а ламинария не пришла. А я с роялем, а она трубу не принесла. Ваше морейшество, накажите его! Накажите его! А Курезуб меня обманул! А-а-а! Ты уже тут, злостный обманщик. Не получишь теперь подзорную трубу. Ой, Господи, шуму от вас, шуму! Но становится всё интересней. Давайте-ка разберёмся, кто кого обманул. Она! Он! Она! Он! Нет, ты обманщик! Сама такая! Ты обманщик! Да, сама такая! Попрошу тишины. Ну, как вы себя ведёте? Кричите, кулаками грозите, пальцами показываете. Не пристало так делать в приличном морском обществе. Давайте по порядку. Так, вот пираты я уже выслушал. Ламинария, теперь ты рассказывай. Акулий Зуб пообещал мне прекрасный рояль за подзорную трубу. В назначенное время я пришла, а он нет. Врёшь, я приходил вовремя. Специально считал, часы пробили ровно бум-бум-бум. Я пришёл, а тебя нет, а я с роялем. Бум-бум-бум? А мы на пять часов договаривались. Я и говорю, бум-бум-бум. Ровно пять часов и пришёл. Акулий Зуб, ты издеваешься надо мной? Пять часов. Это бом-бом, бом-бом и ещё один бом. Или не бом. Всё ясно. Придётся опять повторять с вами ещё. Ты не спорьте. А то вот так назначишь вам встречу, а вы не бом-бом и не бум-бум. А если что-то важное? Всевобщее морское собрание. Или генеральная уборка в моей лагуне. Я не могу такого допустить. Начинаем. Итак, представьте себе, что я башня с часами на главной площади, а? А что скажете вы, ребята, похожи? Подождите, граф Батискав. Ну, как же мы можем такое представить, когда вы уважаемый всеми граф Батискав, а не часы? Да, это так. Но сейчас я всё-таки часовая башня. Представили? Граф, простите, но часы тикают. Вы хотите, чтобы я, великий морской граф, ещё и тикал? Да, то есть нет. Хорошо, я представил. Вы часы. Теперь возьмите вот эти мешочки. У пиратов в мешочке лежат жемчужины, а у ламинарии морские ракушки. Жемчужинки. Ну, вы ещё помните, я надеюсь, что я часы? Жемчужинки. Отлично. Сейчас я буду бомкать, ну, как будто это бьют часы. А вы считайте удары. Сколько раз пробьют часы, столько жемчуга или ракушек вы должны будете достать из своих мешочков. А, угу. Ребята, а вы возьмите карандаши, кубики или несколько яблок. Выкладывайте нужное количество перед собой вместе с нами. Ну, приготовились. Бомкайте. Бом! Бом! Молодцы! А теперь уберите ракушки и жемчуг обратно в мешочки. И слушайте внимательно. Бом! Так, значит, на час и на два часа им встречу назначать можно. Ну что ж, молодцы. Убирайте в мешочки жемчуг и ракушку. Ну что, готовы? А сколько сейчас часы пробьют? Бом! 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 Я первая. Ваше морещество, у меня нет столько жемчужин. Слишком много раз вы пробомкали. Разве? Ну давайте считать вместе вслух. Бом! Один! Бом! Два! Бом! Три! Бом! Четыре! Бом! Пять! Ровно пять раз бом! А жемчужин у тебя сколько? Один, два, три, четыре, пять. Тоже пять. Так, морской конек, запишите, пожалуйста, в протокол. На пять часов пирату акульему зубу встречу не назначать. Может перепутать. А как справились вы? Вас в пять часов в гости можно звать? Не опоздаете? Так, теперь немного усложним. Бом! Бом! Подождите, подождите. Уважаемый грамм потискав, а вот с этим как быть? В ладоши вы зачем-то пять раз хлопнули. А бом сказали только два раза. Молодцы, я вас проверял. А вы справились. Думаю, что вы заслужили награду. Вот это вам. Только я забыл, какая шкатулка для тебя ламинария, а какая для тебя пират. Но помни только, что в шкатулке ламинарии три предмета, а у акульева зуба четыре. Четыре. Мы сейчас сами быстренько разберемся. Давай сюда. Что у тебя ламинария? А у тебя что? Ерунда какая-то. Одна, две, три. Всего три пуговицы. Это же жемчужные пуговицы. Я давно о них мечтала. Их именно три. Значит, у тебя моя шкатулка. Давай сюда. А вот твоя она, сбирай. А что в ней? Раз, два, три, четыре. Какие-то четыре серых камушка. Да чтоб я выучил всю таблицу умножения за один вечер. Это же не какие-то камушки. Они очень ценные. С их помощью можно клад найти. Впрочем, неважно. Давай их сюда. Вот это я понимаю обмен. А завтра состоится обмен. Я тебе, вон, подзорную трубу, а ты мне старинный рояль. Встреча в три часа. Теперь не ошибусь. В три часа это бом-бом-бом. Своим бом-канем вы разбудили подводный вулкан. Сейчас извергнусь. Плохо будет вам. Тысяча дробей на мою квадратную голову. Не могу этого допустить. Сердце отважного пирата способно на подвиги. Тем более среди нас дама. Да. Прячься за моей широкой спиной. Ламинария. Прямо удар на себя. Чем мы проведились перед тобой подводный вулкан? Искуплю свою вину. Чего желаете? Дай правильный ответ на мою математическую задачку. Итак. Да. Акулизуб. Посмотри внимательно на картинку. Запомни, сколько на ней черепах и сколько шапок. Две черепахи и три шапки. Посчитал? Отлично. Теперь нужно найти эти предметы в лагуне графа Батискафа. Но помни, они должны лежать рядом друг с другом. Их должно быть столько же, сколько на рисунке. Не больше и не меньше. Я запомнил. Черепах было две, а шапки три. Ребята, помогайте. Внимательно оглядите лагуну. И видите где-нибудь черепах и шапки? Где? А? А, вот я и сам вижу черепаха. Э, нет. Хитрый вулкан. Тут всего одна черепаха. А мне-то надо, чтобы их было две. О, вон они. Так, теперь осторожненько подкрадёмся, чтобы не разбежались. Оп! Поймал! Это ты молодец! Черепахи есть! Идите сюда! Черепахи есть! Остались шапки! Так, о, так! Считаем. Одна, две, три, четыре. Эй, не пойдёт. Надо три. Где же, где же, где? А-а-а, рядом с вулканом. Так, всё, я нашёл. Две черепахи и одна, две, три шапки. Верно, всё ты посчитал. И с ответом угадал. Да, ура, ура. А теперь я, пожалуй, поплыву, пока ещё не пришлось что-нибудь решать. Так, а вот это я возьму с собой. Трофей. Поплыли, моя хорошая. Ламинария, ты куда? Простите, Ваша Рыба Мудрость, но мне пора. Я бы с удовольствием осталась и поболтала с вами, но я боюсь нарушить морской распорядок дня. Минуточку, а который сейчас час? Бом-бом-бом. Подводные часы пробили три раза, значит морское время три часа. Верно. А это значит, что через час мне нужно на базар. За свой сегодняшний ужин я обещал морскому огурцу кошелёк с тремя золотыми. А ты сможешь угадать, не раскрывая, в каком из этих кошельков лежат три монеты? Наверное, граф Бутискав думает, что я ясновидящая. Ну как я угадаю? Я простая колдунья. Ламинария. Ну прекрати жаловаться нашим телезрителям. Я, между прочим, всё слышу. Но выход есть. Можно посчитать монеты на ощупь. Тот кошелёк, в котором три золотых монеты, нужно отнести морскому огурцу. А тот, в котором пять золотых, оставь себе. Я согласна. Золотые монеты лишними не бывают. К тому же я ещё так монетки никогда не считала. Так, ну-ка. В этом кошельке, ну-ка, о, три золотых. Это для морского огурца. А в этом, так, один, два, три, четыре, пять. И эти монетки по праву мои. Боже, рыба мудрость. А больше кошельков у вас нет? Я и до десяти прекрасно считаю. Я могу продолжить. Слушай, не жадничай. Пять золотых, это больше, чем ничего. Морские часы пробили четыре раза. Значит, мне пора на базар отдавать ваш долг, граф Патискар. Эй! Стой, ламинария! Я забыл сказать, что на пять часов запланирована генеральная уборка. Эх, ну что ж, придётся убираться одному. Но сначала повторим пройденный урок. Мои сухопутные друзья, сегодня мы повторили счёт до пяти. А ещё я успел побыть башней с часами, научить своих подданных считать на ощупь, используя только слух. Давайте вместе со мной. Один, два, три, четыре, пять. Уважаемые наземные жители и их родители. Сегодня мы учились считать до пяти. Теперь домашнее задание для вас. Оно не только на счёт, но и на слух и наблюдательность. Посчитайте, сколько раз за день мяукнула ваша или соседская кошка. А сколько раз гафнула собака во дворе или чурикнула птичка. До встречи в моей лагуне, друзья. Ваш граф Батискав. Нужна нам математика, как воздух под водой. Сестрёнку или братика, скорее берись с собой. И с нашими героями учись всегда на пять. Подводные сокровища поможешь сосчитать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счёт. Кто знает счёт, тому почёт. Сокровищ много под водой. Собрать их надо нам с тобой. Со дна подводного достать. И математика писать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счёт. Кто знает счёт, тому зачёт.